и снова здравствуйте друзья особенно приветствую особо экономную аудиторию моего канала которая думает ну зачем зачем покупать пассатижи там за 300 400 рублей если есть такие же там на алиэкспрессе либо фикс прайсе там можно купить за 90 рублей либо за 50 рублей то есть разница никакой не то это пассатижи но сегодня я постараюсь вам показать что разница действительно есть два пакетика по полных даже порвались из фикс прайса инструмента инструмента здесь двух пакетиках на почти 4000 рублей что сделал небольшую презентацию чего там взял а потом мы это все у каждую каждый инструмент рассмотрим поподробнее и пытаемся для себя понять стоит ли данный инструмент этих денег либо не стоит включим на многие видели такие ключи там были такие микро обзоры 2 основных диайвай щиков такое то есть здесь стоит гайка вот эта часть фиксируется этот ключ с легкостью открывает гайку прелесть данного ключа они как говорят универсальность то есть подходят эти два ключа перекрывают практически все гайки ну то есть более менее распространенных также все попробуем стоимость данного набора со цену буду говорить вы все же так подписал 199 рублей следующий набор бит и головок с отверткой стоимость данного набора 249 рублей мультитул для велосипеда стоимость 199 рублей набор отверток 149 рублей паяльник 60 ватт 299 рублей саде этот паяльник с первого пистолета дешманские брать не стал потому что у меня как-то жена ребенку надо было срочно какую-то там сделать самоделку школу жена у меня купила в фикс прайсе причем загорелся задымился и поэтому паяльник со стержнем клеевой я не рекомендую с фикс прайса покупать может быть пожар либо к если вы включили его то есть стойте и смотрите следующий у нас также отвертка с головками избитыми улава так можно сказать 149 рублей следующий набор бит маленьких бит 149 рублей следующий много отверток набор отверток набор отверток а цена его 149 рублей еще один наборчик набор бит и торцевых головок с рукояткой стоимость его 199 рублей сколько доброта такая тут с лупой набор инструментов для точной механики 99 рублей так у нас набор такой форме колеса набор инструментов 99 рублей пассатижи 79 рублей щетка по металлу 99 рублей нож обыкновенный 79 рублей запасными лезвий даже чек на чек на уже монтажер вывел фотографию мы принципе так говорю цены еще один кейсик у нас 299 рублей тоже отвертка с битами и с головками маленький набор ключей 199 рублей молоток 199 рублей с такой ручкой такой приятный может так сказать антистресс и последний набор который есть в пакете 149 рублей тоже небольшая отвертка с пинцетом в наборчике все это идет и избитыми и также еще там чеки были пакеты пакеты сразу скажу я покупаю фикс прайсе эти черные пакеты пакеты блин довольно-таки прикольные вот прямые до мусора покупаю но они реально нормально до этого весной и как-то покупал другие были пакеты у тебя были хреновые вот которые сейчас продаются вот эти пакеты вот действительно четкие нормальных пакетов ну ладно давайте рассмотрим все поближе у нас будет вот этот набор универсальных ключей большой у нас захватывает от 24 до 32 миллиметра а маленький у нас захватывает от 16 до 22 миллиметров и с другой стороны от 9 до 14 миллиметров распаковка вот и наши ключи покрупнее в чем смысл то здесь на заклепке вот такая изогнутая верхняя часть и нижняя часть то есть вот эта часть она вместе с ручкой идет то есть единое целое на этой части есть зубчики то есть получается как взяли гайку зацепили болт зацепили и пробуем открутить то есть закрутить закрутить давно получается то есть вот эта рычаг упирается сюда физически она закрутиться откручивать не понимаю то есть она получается вот эта часть уходит немножко сюда и от кучу от крутится она или нет я не знаю но сейчас мы это проверим и также проверим твердость данного материала не кого затянул вай ковер там и иxes пробуем Да, здесь, кстати, пардон, накладка вышла. То есть получается на закручивание у нас, на откручивание, на закручивание так ставим. То есть оно все равно сюда упирается, получается, видно. Ну вот, а на откручивание, то есть нужно было просто его перевернуть. Ну не было у меня никогда такого ключа. Так, ну давайте попробуем сейчас, что, на закручивание, да? Не, ну удерживает. Откручивание. О, блин, сильно затянуло. Голковертом открутилось. И что мы тут имеем поближе? Видите, зубья вроде как есть, а вот место соприкосновения. Видите, вот один, второй зуб. Их буквально вплющило немножко сюда. Также с этой стороны. Если вот посмотрим, видите, уже выемки появились. Как там Жека говорит, сталь, пластилин 8. Ну, я сейчас это показание зафиксирую. Включаем прибор. Параквелу будем замерять. Один. Даже замерять не буду, блин, она дырки тут делает. Думаю, видно, вот я тыкнул один, а вот второй раз. То есть прибор делает дырки в металле. 199 рублей за такой кусок говна. Пытались открутить. Вот уже двух зубьев нет, я показал. Начали проверять твердость. Один вообще выдает. То есть это реально пластилин. Это стоит 199 рублей. Да, в фикс прайсе лучше. Да, дешевле. Но такой же, такого же говна и на Алиэкспрессе тоже полно. Знаете, вот я дешево покупаю. Вот дешево, я купил. Вот хер пойми, зачем это хер я, блин, что-то откручивать. Но по факту ты поработаешь чуть-чуть. У тебя вот эти грани слижутся. Буквально, может быть, там после пятого болта. И она уже как бы цепляться за них не будет. Да, можно теоретически там за трубу захватиться как-то. Чуть-чуть, если за чем-то подкрутить. Вот я не понимаю людей, которые покупают вот такое вот говно. Следующий у нас набор из шести ключей за 199 рублей. Распаковка. Но тут, я думаю, будет без комментариев. Мне данный ключ даже в руках противно держать. То же самое по Раквеллу. Но здесь уже больше. 17,5. Среднее показание твердости у данного ключа, оно как бы очень-очень хреновое. То есть, с одной стороны, твердость у нас ключа получается вообще никакой, вы сами видели. С другой стороны, что-то более-менее. Из средней выходит, ну... Ну, я думаю, этот ключ, если довольно-таки силу так нормального приложится, вот эти вот губки просто разойдутся. Более-менее нормальный набор ключей начинается от 700 рублей. Это, можно сказать, так минимум, то, что магазины продают. Вот почему я, допустим, вот эти ключи... Такое говно я мог бы привести вам. Мог бы привести, положить в магазине. Ну, получается, как человек купил, о, думает, акция, акция. Дешевый набор ключей. Пришел, купил этот дешевый набор ключей, и он у него там, бах, там что-то, блин, развалился ключ. И начинает, приходит в магазин, начинает кудахтать. Понимаете, есть люди, которые адекватно понимают, что да, он говно, кусок говна купил, потом этот кусок говна выкинул, пошел, купил нормальные себе ключи. А некоторые, нет, приходят, а как же гарантия, а я же потребитель. Вот поэтому магазины вот такое вот говно, специализированное, ну, не продают. И специально для тех, кто не верит. Так же все по Раквеллу. 43-41. То есть что-то более-менее приличное не может. Стоить очень и очень дешево. Следующий у нас мультитул. Распаковка. Да, кстати, вот этот ножик крафтововский. Офигенный ножик. Стоит больше косаря. Зато офигенный ножик. Купите, блин, он вам на всю жизнь. И вот хватит. Лезвие только менять будете. В моем понимании мультитул он должен как-то, ну, хотя бы какой-то чехольчик и будешь как будто на поезд вешать. Ладно, бог с ним. Это у нас мультитул для велосипеда. Тоже есть какие-то ключи. 15-13. Ну, это как бы так чисто идут велосипедные. Пластик тоже видно. Вообще дешманский, дешманский, дешманский. По поводу твердости, да, я думаю, даже замерять не будем. Ну, блин, ну, что будет с этими гранями, а? Ну, если вы затягивали. Блин, он еще разбирается, да. Не сказал. Оказывается, он еще разбирается из двух половинок. Или я его поломал. Блин. Короче, что-то... А, не-не-не, он разбирается. Вот, оп, снял. Здесь получается вот ключи. Стоит он у нас... Вот, я написал. 199 рублей. 200 рублей. Ну, чисто если купить, если вообще ключей нет, там что-то нужно один раз открутить. И больше вот все. Других магазинов нет, вам нужно его купить. Ну, блин, ты... Ну, ты пи***, ты пи***, ну, честно. Ну, как можно таким инструмент обработать? Это, ну, то же самое. Ну, блин, это жесть. Ну, блин, за что давать 200 рублей? За что? Отвертка 149 рублей. Отвертка у нас также сделана из дешевого пластика. Может менять угол. Зафиксировали. Сзади есть пенальчик для какой-то мелочушки. Так, а вот эта часть магнитная, интересно. Уже как стоит магнит? Сейчас мы проверим. Биткоп. Да, магнит есть. Ну, и обыкновенные дешманские головки. Вот этот экземпляр уже получше. 149 рублей, как бы, ну, понятно, что здесь бит и говно будут полные. Ну, отвертка сама вроде как... Ну, да, видно, что пластик как бы дешевый. Но, ну, сделан более-менее хоть края как-то. То есть, как пассатижи нету. Сейчас дальше-то пассатижи доберемся. Такого как бы нету. Ну, 149 рублей. Головки, биты. Ну, теоретически можно это взять, если где-то что-то подкрутить. Более-менее нормальный набор бит с отверткой стоит где-то, с реверсивной отверткой стоит где-то в районе 1000 рублей. Здесь как бы 100, 149 рублей. Ну, теоретически, как бы ее взять можно. То есть, я вам как-то так же говорю, ну, теоретически она стоит, вот эта вещь как бы стоит 149 рублей. Пассатижи, которые я упомянул, 79 рублей. Смотрите, как сделано все. Зато 79 рублей. Смотрите, как-то они подзаедают. Они разработались. Для вашего понимания, покрупнее. Вот видите, как клей какой-то хер пойми. Сопли какие-то. С этой стороны то же самое. Мы-то увидели. Замерим твердость. 3,4,2. Что я должен сказать, по металлу здесь как бы не совсем пластилин. То есть, металл у вас сразу-сразу не сотрется. Ну, что касаемо вот этих ручек, смотрите. Ну, блин, ну-ка, вот, 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 все. Понимаете, вот эти вот ручки, они у вас просто-напросто отвалятся от этих пассатиж. Сколько там? 78 рублей, 75 рублей. Вот, в магазине вы можете купить. В этом наборе 900 рублей. Так, примерно вот такого уровня вы можете купить себе пассатижи за 300 рублей. Я вот не понимаю, ну, ну, покупать, блин, такие вещи покупают, чтобы они были. То есть, рано или поздно они когда-то пригодятся. Ладно, там, хрен, см, отвертку один раз купил, что-то открутил, все-то и выкинул. Это немножко пассатижи, я считаю, должно быть у каждого мужика дома. Ну, такую херню за 75 рублей покупать, ну, не купить за 300 рублей более-менее нормально. Вещь, которую, которые там ручки более-менее приятные. То есть, ну, как ты берешь руки, инструменты, понимаешь, ты инструмент взял, а не такую херню. Ну, я не знаю, каким надо быть нищебродом. О, для мажоров, пожалуйста, полторы тысячи рублей. Разница есть, понимаете, ценовая категория разная. То есть, вот эти вот лучше будут вот этих вот. И помимо лучше вот этого. И поэтому, ну, блин, так металл нормальный, но ручки здесь это, ну, это жесть. Ну, я их так, вон, прокручиваю. Хотя они тут клея на ссале, блин, ну, ну, сам вот от пластика ручек, это, ну, это жесть. Это даже, они даже бесплатно не нужны. Следующий у нас набор, набор инструментов для точной механики. Вскрываем. Распаковка. В оптике данного типа я не сильно разбираюсь. Колитесь, кто вспомнил майских жуков. И сами отвертки. Кейс у нас на застежечке на такой. Нужно нажать так, оп, все. Ну, и обыкновенные дешевые отвертки. То есть, здесь ничего такого сверхъестественного нет. Данные отвертки, я должен сказать, стоят своих денег. Если бы не было лупы 99 рублей, я бы сказал, что это дорого. Потому что данные отвертки есть вот таких поставщиков брендов, как Матрикс, там, Гермак, там и тому подобного. Старик тоже есть такие вот отвертки. И в закупке там стоят рублей по 30, но без лупы. Здесь идет еще лупа, как бы. Ну, оптика, ну, 99 рублей. Данные отвертки, ну, не одноразовые, ну, практически одноразовые. То есть, их в основном покупают не надолго-долго, а покупают, когда нужно сделать какую-то работу. Вот один раз сделали, второй раз сделали, но на пятый раз, скорее всего, им настаёт хана. Ну, то есть, это мною уже проверено. То есть, такие отвертки, даже я себе брал, такие дешманские отвертки. Нужно было там, что-то я уже не помню, но что-то мне мелкое нужно было открутить. Вот один раз открутил, они у меня валялись, потом второй раз еще что-то покрутил. А потом им на столах хана, и они растерялись. Ну, эти отвертки, как бы, стоят своих денег. И иногда, я думаю, даже их выручат. Набор бит и торцевых головок, 199 рублей. Не знаю, как эта отвертка засралась вот этой синей краской. То есть, это не пыль, это краска. Может быть, ее сначала сюда положили, а потом коробок стали красить. Распаковка. Так, у меня не открывается. Тут притворилось. Ничего. Что-то не могу понять. Счет соединил бы. Не хочет. Оп, это есть. Уп. 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 С этого стоит. Она не хочет. Вот это вот. Перычную нахер. Вот он, штифт вставляется сюда. Вот эта вот ручка. Здесь пружинка, я так понял. вот сюда цепляются биты где у нас переходник у нас не получается открыть головки как вот биты пойму как он больше меньше лет тут уже видно вот этот пластик кусок говна вот это тоже видно что пластилин визуально вид его без прибора скажу головки это тоже говно вы понятно что это кусок говна блин который в руки даже стрёмно брать набор отверток с насадками 149 рублей так понял вытаскивается ну ручка довольно так ничего сделано ну так более-менее терпимо по крайней мере не пришел его рукав рука держать но что касаемо самой отвертки поэтому тут видно что то жесть полнейшая ему самого металла для понимания думаю вино если ручка есть более-менее терпимы но не так большего как-то убрать было до этого отвертку как более-менее как бы нормально вы сможете в руках держать такое отвращение нет но что касаемо самого металла металл это же я методу все поменяла стоит это добро 149 рублей на сколько его хватит ну сами думаете насколько хватит этого пластили у нас было в телеге ты не распродажа так продавали 2 300 или 2 200 26 отверток это где-то по 88 рублей за одну отвертку получается то есть такими отвертками такими отвертками пользуемся в мастерской где-то с весны этого года и они еще стерлись им каждый день крутят если вы себе домой вот такой набор возьмете один раз потратились вот уже на полочке там мастерской повести тут здесь отвертки на все случаи жизни вам хватит их до пенсии еще отвертки 149 рублей 6 уже отверток такая же крем только здесь ручки пластиковые ну видно видно сам здесь вот видно качество пластика вот уйдет и и хрена в руках держать ну то есть противно то есть видом и канала какой-то дешманский пластик лишь и вскрыл еще воняет стал металл здесь такой же скорее всего то есть они были у вас оближутся 149 не нужно не бесплатно пластиковая щетка по металлу цена 99 рублей я должен сказать его раскрывать не буду это дорого обыкновенно специализированном магазине похожую дешевую щетку вы можете взять рублей за 70 молоток с функцией антистресс не помню для чего это сделать вот так приятно гладить можно обыкновенный молоток ну давайте замерем твердость 26.0 как сами видели твердость данного молотка занижена если память не изменяет в молотках у нас был вот обзор там по госту в районе кажется 47 или 50 единиц должна быть твердость если бы намного меньше ну то есть здесь не совсем пластилин но близко можно сказать пластилин только самого самого молотка ну даже если пункт 100 рублей бы стоил ну я не знаю вот как зачем он нужен молоток и так понимаю если молотка молоток вы поняли меня нормальный молоток в этот какой-то маленький ну как нормально даже не размахнешься то есть как бы вообще не понимаю кто покупает вот такие вот молотки следующий у нас набор 99 рублей набор инструментов форме колесико это типа нам намекает что данный набор для автомобилистов открываем чё скажете ну я думаю видно что это ездец полный а вот это у нас отвертки так выглядят трендец вообще даже в руки страшно брать говно берешь перчатки одеть ключики мой обыкновенный нож здесь чего у нас здесь у нас это рулетка зачем автомобилей рулет мне кажется знаете фикс прайсу необходимо сделать акцию то есть приходишь фикс прайс вот за таким вот набором до берешь этот набор а фикс прайс тебе еще 199 или 99 рублей дает или 50 рублей чтобы только лишь бы ты им пользовался следующий у нас набор 299 рублей скрываем пускай лишь на защелочка да здесь у нас также дешманская отвертка сделано по принципу как было до этого то есть нажали то есть можно коротенькую сделать а можно чуть подлиннее сделать и также есть набор бит да и магнитик еще есть принципе данный набор примерно стоит этих денег я бы даже сказал но даже на него цена завышена ну ценник дал ему 250 рублей смотрите по поводу кейса сразу поломается что я вот один раз открыл а здесь уже видно что сейчас вот эта лямка отскочит бит довольно-таки много это чисто такой вот вариант ну как бы дома чтобы было если вдруг там где-то что-то придется подкрутить не более того еще один набор в кейсе только цена его 249 рублей лямка есть можно на стенку повесить также вскрываем данный набор сама отвертка по такому же принципу сделано но здесь кстати вот резинка я должен сказать лучше чем при ведущем наборах буду и самая ручка неприятнее руках держать хотя вот эта часть здесь болтается той части она не болталась ну так принципе также биты в том наборе садим чуть побольше был бит и головки в принципе за 250 рублей довольно-таки как бы так нормальный набор то есть как бы он эти деньги стоит понятно что дешево хотя от ручка довольно-таки это как бы ну не сказать что прикольно но вот и всех которые были здесь ручка лучше всех сделано руки берешь не то что приятно ну как бы чувствуется что более-менее нормальный инструмент взял как на поле инструмент нормальный инструмент в кавычках и короче нормальный из того что мы сегодня здесь вот это вот сравнивали с фикс прайса вот резиновая ставочки есть по поводу люфта ну как бы вот-вот любителю часто купит уж любите любите от придите фикс прайс позадрачиваете их скажите от купил у вас отвертку а в ней люфт требуем не верну деньги назад вот подоставайте и хотя не знаю надолго ли и хватит вот чисто для домашнего использования мебель где-то собрать либо что-то подкрутить ну как бы я думал пойдет уж нож обычный китайский цена его 79 рублей открою вам секрет что в строительном магазине аналогичный нож можно купить за 50 рублей не раскрывать не буду обычный китайский нож хочешь купить себе нормальный нож вот рекомендую 1100 рублей охрененный нож ну и остался у нас паяльник зачем я купил честно сказать не знаю как бы у меня был уже сказал печальный опыт с пистолетом первым этим пистолетом с паяльником и не знаю может быть кстати такая же хрень паяльник у нас на 60 ватт но даже здесь что тут регулируется температуру можно регулировать вот этого часть на резинка одета открутим как бы так так же думаю обыкновенный дешевый паяльник жало жало тоже меняется нагревательный элемент больше не по нему нечего сказать как бы паять мы не точно не будем в принципе мы как бы и весь инструмент рассмотрели они не весь вот такой еще маленький наборчик остался 149 рублей не за весь смысл показывать ближе или нет вот здесь маленькие такие вот битки подойдет он для разборки там ноутбука либо какой-то такой техники но также не для профессионального у меня аналогичные биты есть я их чисто покупал тогда когда обзор делал кажется мы тепловизорами разбирали или что-то другое разбирали тоже такие дешманские купил и разобрал то что у меня на тот момент в магазине не было никаких битка за ними до сих пор лежат то есть такие биты возьмете там один раз в год ими пользоваться будете как бы ну будут и будут пинцет сразу скажу здесь дерьмовый пинцет как бы дерьмище полнейший вот так как вот эта хрень стоит 149 рублей что касаемо вообще всего фиг у вас всего фикс прайса фикс прайсе как бы ну есть еще не сказать что мы топчик есть какие-то вещи которые там можно купить и она мусорные пакеты к примеру покупаю но есть там откровенный шелак вот как вот это купил блин радуюсь поймаете тут китайцам ролики какие-то diy вот это зажимается показал кусок говна вот этот кусок вот он ключ маленький ключик стоит как половина вот этого всего инструмента который купил фикс прайсе данный ключик стоит больше 2000 рублей но это блин издатый ключик то есть его купил бы ну те если ты его не потеряешь у тебя по наследству передаст вот это блин ну вот представьте сейчас крафтул крафтул сделает инструмент вот такого вот качества и пускай он даже будет дешевле стоить и человек купивший крафтул увидит скажет а что это такое и потом задумывается покупать ему крафтул или нет и поэтому некоторые бренды ну более-менее известные все стараются привозить что-то соответствие соответствующие цена и качество цена и качество специализированные магазины также стараются понимаете ну такое мы вот такой вот ну такое как бы мы стараемся не продавать вот такое тоже стараемся не продавать потому что на вот на этот вообще дешманский товар есть свой клиент свой покупатель обычно вот эти покупатели больше всех выносят мозг и уже рассказывал почему нас нет телеграме на распродаже дека продаешь шуруповерт на цене там 50 рублей но шанс что дека поломается очень велик и блин ну просто мозг будет выносить из этих 50 рублей он потребитель я не могу найти сервисный центр а куда мне его отнести здесь как бы проще человеком нахер послал и все вон иди ищи сервисный центр у нас то есть все там ремонтируют мы взяли тогда к в москву отправили а здесь живой как подписчики вроде как я порекомендовал и так покупки вот он купит ака ну как же я и поэтому я стараюсь вот именно дешевый инструмент именно тут по этой причине не продавать потому что от него можно схлопотать довольно-таки много негатива что касаемо фикс прайса ну смотрите не весь инструмент но там есть какие-то он типа как показал битки небольшие вот эти вот наборчику дают чтобы тоже в кейсе довольно кино как неплохой ну как бы блин стоит этих день вот это вообще шелак ну когда покупаете видите что вы хотите обыкновенный дешмана муж сказал телеграме у нас там интернете посмотреть возьмите вычета дороже то есть такого нет что уже но мы поняли что нет что одно и то же как бы это одно и то же зачем переплачивать ну есть разница есть разница всего понравилось данное видео подписывайтесь на канал пока